здравствуйте дорогие друзья с вами шоу олег вакамоле выходящая при поддержке сайта спорт день за днем я ведущая милана орехова сегодня у меня в гостях представительница может быть не самого женского но очень романтического по крайней мере в моих глазах вида спорта фехтование екатерина дьяченко олимпийская чемпионка в данном виде спорта и я надеюсь что екатерина нам сейчас расскажет пару слов о том какой именно вид фехтования она представляла вам добрый день спасибо за приглашение для зрителей хочу рассказать что фехтование представлено в трех видах это шпага сабли и рапира я фехтовала на сабле самый русский вид ну кусарский практически сложно сказать на самом деле все отличается лишь поражаемой поверхностью и правилами и самим оружием то есть например рапира шпага это колющие вида оружия уколы наносится соперника только так скажем одной плоскостью клинка это именно наконечником а сабля она как раз мы можем показать то есть рапира шпага можно колоть только кончиком оружия а сабля она электрифицирована по всей поверхности и удар или укол можно нанести именно всей плоскостью клинка в этом все отличие а как и правило выделяется вообще вот эти уколы все то есть там мы получаются какие-то датчики стоят на костюмах да на вас одевают специальное обмандирование то есть это сначала сверху идет защитный костюм сверху идет электрофицированный костюм который именно фиксирует уколы или удары и посредством аппарата и судьи уже определяется кому нанесен укол наверняка все видели на соревнованиях сзади фехтовальщика когда аппараты такие горят то красный фонарик то зеленый напоминала это чем-то какие-то скафандры космонавтов на самом деле слова да еще говорят некоторые пчеловоды да 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 и замазки где-то я видел такую ну да шутку что вот пчеловоды должны перестать драться ну кто-то как пчеловода еще у екатерины есть прекрасный проект который помогает мамам которые недавно родили держать себя в форме потому что как все знаем много планов обычно женщина строит на свое время когда она родит наконец-то но как правило жизнь вносит свои коррективы и времени поехать в залу потренироваться нету и наше шоу как раз пропагандирует подход что при желании всегда можно найти какой-нибудь возможный для себя вариант для того чтобы все-таки привнести спорт в каждодневную жизнь и екатерина вдохновительность такого прекрасного проекта как фит мамс фитман создавая да расскажи пожалуйста пару слов тоже вот о том как он вообще появился очень интересный проект которым я сейчас занимаюсь и вкладываю туда можно сказать всю душу с моим компаньоном ирины труфановой она победительница фитнес-бикини в этом году в категории новички как пришел этот проект очень просто мы были обе в декрете и испытывали нехватку времени именно на так скажем переведение до себя форму чтобы быть в тонусе мы решили организовать такие занятия они проходят формате онлайн для мамочек то есть любая мама может нам подключиться посмотреть тренировку они проходят ежедневно с понедельника по пятницу я кстати сейчас до сих пор веду растяжку да растяжка заметьте полезно для всех абсолютно да для мамочек для папочек до ирины видишь силовые тренировки вы можете также присоединиться к нам дома посмотреть это видео формате онлайн либо и там есть еще запись сохраняется 24 часа какой-то поддержкой там да конечно мы отвечаем на все вопросы мы разбираем упражнения разбираем технику упражнения также мы ведем психологическую поддержку мы ведем да мы показываем примеры рационов питания как сделать все таки его разнообразным и ну чтобы она не надоело чтобы вы не набирали лишних калорий тоже небольшой ликбез устраиваем по поводу сахаров всякий да я читал рождения достаточно много полезного контента для тех кто хочет питаться более здорово и здорово на самом деле интересно было почитать у нас обязательно будет ссылка на ваш аккаунт если можно будет мамам будущем в том числе почитать там про я введе там хурма против яблока этому до лезвия миндалей это очень интересно также не забывайте подписываться дорогие зрители на аккаунт шоу олига камоли у нас там различные конкурсы в том числе сейчас проходят и будут еще по итогам сегодняшнего выпуска обязательно но а так как мы уже заговорили идея уже предлагаю приступить нам к приготовлению сегодняшнего блюда да вот у нас у нас сегодня мы готовим полезную селедку под шубой если в прошлом выпуске мы говорили о том как подготовиться к праздникам чтобы цвет лица не стал зеленым а зеленым было например только елка и например какой-нибудь платье красивое зеленый я например все такое купила вот я предлагаю екатерине помочь мне в приготовлении завалежать авокадо их нужно обесшкурить и порезать на кусочки в любом как бы удобным для вас формате а я пока займусь тем что натру различные виды овощей которые мы будем использовать для это у нас это мисочка куда можно будет кусочки сложить для чисток чистки можно сюда замечать я тоже сегодня надену перчатки зачастую во всяких отзывах и ресторанах встречаю негативные комментарии гостей о том что повара не используют перчатки что типа это очень плохо открою вам секрет обычная повара их не используют используют только для я слышала для того чтобы какой-то красящий продукт что-то с ним приготовить то есть например вот авокадо там достаточно сильно до пачка это руки когда масса такая спелого авокадо она как пюре такой зеленая засыхает потом сложно очень его с рук брать но естественно свекла которая является стояло несмотря на то что полезно свекла у нас полезны поэтому он остается у нас в рецепте сегодняшнего нашего бы нужно вообще представить на самом деле селедку под шубой без без майонеза нет без можно без майонеза и будет замечать кое у вас вообще любимое блюдо а я на самом деле всеядна я люблю разную кухню очень вы знаете вдохновилась грузинской кухней потому что ускакала вырежем николай я очень вдохновилась на самом деле грузинской кухни и потому что весной этого года мы посещали грузию у нас был такой большой трип двухнедельный что больше всего там понравилось вы знаете на самом деле сложно отдать предпочтение потому что грузинской кухни она разнообразна она уйдя как много и тесто тесто в основном мы конечно ели виде хинкали и что меня больше поразило я почему-то думала что грузины любят хинкали с бараниной а самый правильный хинкали это оказывается свинина говядина они как не барана домашний парж да еще с сыром у них очень вкусно не понравилось мне кажется что это вот не то вот я хинкали только с мясом признала хотя действительно там есть разные вариации именно для туристов как они сказали то есть мы горит никогда не едим хинкали с чем-то еще кроме свинины и говядины я когда была в грузии мы ходили прямо хинкальная где кроме хинкали практически меню ничего нет там пара салатов каких-то на куча всяких напитков ну вот у них сыром были но как-то вроде такие ничего мне показались но это наверное я потому что очень люблю сыр у вас есть уже дочка до двух с половиной лет насколько я знаю да какие у нее пищевые как сказать привычки и что из них вы однозначно не поощряете мы всегда спрашиваем как родители которые пытаются осознанно ограждают своих маленьких детей допустим от чрезмерного потребления продукта который вы не считаете не полезным и какой это именно продукт какие вот продукты вы однозначно ребенку не даете не хотите в будущем что вы знаете у меня нет такого то что я категорически там против конфет ну например она у нас просто еще их не пробовала не пробовала шоколад не пробовала обычные конфеты я пеку дома домашние какие-то сладости вот типа банана бреда где не используется практически сахар она у нас есть творение мы попросим обязательную катерина рецепт бананового хлеба это такое модное нынче некоторых продвинутых кофейнях вариант полезного десерта и я думаю что повердется по вкусу и нашим всем зрителям он очень да он очень простой на самом деле в исполнении имеет кучу кучу вариаций поэтому подойдет на самом деле каждому ребенка да почему нет у нас достаточно чистый вид спорта в плане фармакологии там все таки мы не смогли обойти эту тему я не сказала допинг я сказала фармакология но я понимаю это сказал я практически но на самом деле это то что волнует наверное честно спортивную но тут к сожалению мы или к счастью так скажем с задача нашей нашего шоу не стоит в том чтобы обсуждать какие-то резонансные истории мы все-таки так как вот фехтование достаточно чистый вид спорта и мы стремимся к здоровому образу жизни все шоу али кукамоле не одобряют допинге только если они естественного происхождения я тоже не одобряю никаких этих веществ тем более вот именно фехтование очень сложно подобрать препарат который одновременно бы у нас же как получается когда ты выходишь на дорожку очень важно контролировать процессы возбуждения и торможения то есть ты должен постоянно как бы ну балансировать между двумя состояниями когда тебе надо успокоиться и когда наоборот тебе надо себя активировать чем раньше родители начнут знакомить детей с какими-то полезными продуктами с правильным питанием вообще с культурой питания что вот это обязательная часть нашей жизни тем лучше она ест брокколи ест овощи ест рыбу ест мясо то есть она также всеядно ест суп я не знаю что мы готовы разировка чипсы на время цветов не этом и она просто еще не полагаю я не говорю что это под запретом конечно она это попробует в свое время не будет выхода но не сейчас наверное чуть попозже но я не буду запрещать однозначно мне просто кажется чем раньше ты прививаешь ребенку полезные в до привычки да то есть пример уже не вкусно мне кажется будет и да на самом деле чипсы доказано ну что если человек свои рецепторы приучил к чистым вкусом пищи то ему невкусно вот эти химические все добавки но как правило если человек и там или ребенок маленький человек изучает какое-то большое количество продуктов с глютаматом с различными добавками с большим количеством сахаров у него происходит перестройка как организма ему кажется невкусным наоборот чистая вот пресная наверно ему кажется недостаточно да как бы сильно сильно вкусом обладает но есть при этом природные всякие усилители вкуса допустим в одной из первых мест занимает продукт который мы сегодня правда не используем нигде этот товар то и любые там помидор всякие томатный соус и почему-то кетчуп часто да там люди хотят добавить к любому практически потому что это природный усилитель вкуса у нас сегодня в качестве природного усилителя вкуса мы в горчицу добавим да да как катерина прекрасно владеет колючей режущим оружием то я попрошу еще так европейской нарезкой нарезать огурец это когда так под углом у нас получится такие слайсики огурчика мы их вот сюда выложим и сверху выложим аккуратно красную икру это будет самый полезный вариант бутерброда с икрой для наступающих новогодних праздников самый здоровый самый здоровый да конечно с булкой и маслом это вкусно нестандартный но если хочется например что то легкое такое съесть пока готовишь или пока ждешь гостей так вот мы так аккуратненько выкладываем икру ну мы не будем всю икру укладывать поближе на самом деле я постоянно бедный укроп пытаюсь реабилитировать в глазах кулинарной общественности во первых веточку укроп очень напоминает еловую веточку и на мой взгляд очень симпатично смотрится так сверху положить просто шедевр и да и пахнет прям сразу таким свежим укропом так вот мы продолжаем нашу здоровую версию селедки под шубой делать я на институте ложку да у нас тут вот смотрите вместо майонеза у нас такая просто красота почти гуакомолем это принципе такое большое количество достаточно мы его потом под заправим нужными ингредиентами съедим после того как от снимем все мы порезали селедку таким кубиком в меру аккуратным добавили туда тертое на мелкой терке яблоко на такой как пюре практически получается для чего нам яблоко оно должно скрепить кусочки сельди между собой сочности на плюс сочность плюс зеленое яблоко как нельзя лучше оттеняет вкус рыбы и контрастирует с ним то есть придает такую свежесть дополнительную свежую нотку вносит блюдо обязательно будет рецепт нашего блюда от прекрасного как и всех блюд которые мы снимаем мы потихонечку их не всегда сразу но выкладываем как и обещаем нашем аккаунте в инстаграме шоу ли гуакомоле подписывайтесь там у нас еще и конкурсы различные мы устраиваем и сейчас наступает собственно момент я пока прервусь в подаче и задам вопрос ответ на который может принести вам победу в конкурсе вы выиграете весьма ценный приз от нашего шоу екатерина представьте себе ситуацию что вы должны оказаться на необитаемом острове какие три продукта вы возьмете да потому что у нас был ответ клюшка от моего тренера по хоккею я взяла человека я бы взяла соль потому что все можно съесть солью я бы взяла обязательно кофе не знаю правда как бы его там готовила если бы у меня не было бы кофемашины или хотя бы турки что-нибудь тоже с коробки кокоса как-нибудь без кофе холодные способы заварки там френч-пресс и всякие да да я знаю что многие конечно противники кофе но я к сожалению не представляю или к счастью без него свою жизнь кофеман сколько чашек кофе я немного выпиваю одну-две но каждый день поэтому вообще в принципе врачи сошлись на том что за 250 миллилитров это как раз две чашки это достаточно безвредная доза кофеина полученного из кофе но нужно не забывать о водном балансе при этом в исполнении чтобы я еще взяла соль кофе соли греча греча да какой прекрасный набор я всегда жду что все будут отвечать обязательно авокадо у нас такое случилось я забыла положить гуко моли может сверху красиво сделаем 2 сделаем как празднично не знаю как телезрители я уже ощущаю воздухе новый год этот запах так и веточку укропа как и договаривались она будет как будто бы еловая веточка с красивыми шарами прекрасно второй вариант мы сделаем немножко по-другому я слышала что если в сельде вы можете обнаружить хоть какие-то косточки на самом деле это хороший признак потому что это на не химическое да это значит что не было применено каких-то химических веществ для растворения вот этих вот костей вообще на самом деле мой совет мы конечно не все ему захотят следовать покупать все-таки нечищенную сельдь и чистить ее самому потому что это очень-то залог того что во первых те которые продаются вот такие уже на филе разделанные как правило еще содержат различные консерванты не самые полезные да вот в этот раз я не забуду положить слой нашего майонеза гакамоле так сказать еще кстати говоря интересно смотрится когда горчицу зернистую тоже как вот я покажу кадр и мы не будем сейчас укладывать там на зернышке она ярко-желтый тоже можно такими кусочками и кусочками а прям либо слоем либо вот одну такую как сделать как желточек такой получается я считаю что блюдо субавная шуба от кутюри не тогда шуба от олегу к моле представляю вашему вниманию немножко тут я свекла конечно она имеет свой нюанс вот пожалуйста забирайте в свою копилку рецептов хоть для праздника хоть на каждый день нет вы обязательно попробуйте на этот новый год такую необычную селедку я думаю что удивление гостей обеспечено мы наконец-то готовы попробовать нашу прекраснейшую из всех селедок под всеми эко фэшн шубами на жалко если честно даже такую красоту мне не жалко я обижался человек если уже от ковырял кусочек и готова попробовать приятного аппетита до приятного очень нежно да на мой взгляд отлично галкамоле заменяет майонез он придает как раз таки такую какую-то воздушность не очень нравится согласно мне тоже удивительно что на самом деле я думала что будет чувствоваться сырая морковь она вот тоже очень хорошо сюда подошла она там с яблочком соединилась такой привычный вкус морковно-яблочного салата на самом деле вы можете приготовить более привычный вариант сотворной морковью и добавить все-таки картофель все равно если вы уберете майонез и добавить туда авокадо все равно будет более здоровый вариант но мне вот по душе такой почти что сырая очень вкусно дорогие друзья а у нас в гостях появилась еще одна екатерина я потом обязательно попозже сяду между ними чтобы загадать новогоднее желание многие зрители которые со мной лично знакомы знать что это моя младшая сестра но вообще если смотреть шире на этот вопрос это доцент кафедры терапевтической стоматологии первого государственного петербургского как правильный кафедрика павлова посол парадонтологической ассоциации россии катя представь себя сама пожалуйста дорогая мая посол российской парадонтологической ассоциации по подготовке европейского конгресса парадонтологии в Копенгагене в 2021 году и ведущий специалист городского парадонтологического центра парад и мы не просто так позвали Екатерину сюда так сказать в помощь еще одной нашей гости тоже Екатерине сегодня она во первых подарит вам подарки гости наши номер один и на и вам дорогие зрители приз в конкурсе тоже будет предоставлен городским педагогическим центром в котором Екатерина является ведущим специалистом но так как наше шоу оно не только про здоровое питание оно в принципе в целом про здоровый образ жизни у нас еще такой вопрос назрел о том как именно правильно ухаживать за зубами в том числе во время беременности хочется поговорить о будущих мамах потому что зачастую наносится такой вот урон здоровью зубов вот расскажи пожалуйста Екатерине свои какие-то советы а я пока приготовлю безалкогольный глинтвейль в обществе о том о вреде ультразвука в том числе для беременных о вреде частых гигиенических манипуляций самая главная их задача это очищение поверхности зуба ничто не является более агрессивным для наших зубов и для мягких тканей полустиртетной десны чем наличие большого количества бактерий в составе налета поэтому безусловно вся мировая логическая общественность на сегодняшний день стремится к тому чтобы проводить эти гигиенические мероприятия как можно чаще чтобы проводить их более щадящими способами поэтому сейчас в большинстве клиник представлены воздушно-абразивные системы которые содержат порошки на основе глицина триголозы на основе эритритола то есть водорастворимые порошки или карбонатокальция округлая жемчужина которая не травмирует поверхность зуба и маля звучит прекрасно на мой взгляд очень бывают они продолговатые же наверно этому как часто достаточно ли два раза в год проходить желательно если есть возможность проводить это примерно с интервалом три месяца для того чтобы в этот период не успевали закрепиться этим отложениями реализоваться за счет минеральных свойств страны и соответственно тогда их будет уже очень сложно очистить и в домашних условиях и вот этими щадящими порошкоструйными системами ультразвук как таково используется для очищения более плотных твердых отложений над десневых и под десневых и естественно эта процедура проводится также на регулярной основе если у человека быстро достаточно накапливается вот этот вот пигментированный плотный зубной налет прекрасно и мы переходим к следующему вопросу на том допустим я знаю что стоматологи всегда ругаются на своих пациентов которые часто употребляют различные краще продукта потому что это влияет на цвет эмали если какая-то панацея вот допустим для любителей безалкогольного глинтвейна на основе каркадель для тех кто любит красное вино для тех кто пьет много кофе и черного чая там мест свеклу как очистить эмали нетравматично и вообще опять-таки здесь есть некоторая тонкость сама эмаль не окрашивается никогда не какими красящими продуктами что окрашивается на лед который то есть чаще ходить на профессиональную гигиеническую чистку отлично на гигиеническую процедуру но тем не менее полоскать полость рта борщом или красным вином тоже конечно не стоит хотя красное вино обладает антибактериальными свойствами ярко выраженными бокал красного вина например в день очень хорошо способствует естественному очищению от медики более лояльно относятся к употреблению сухих вин чем например я мы обязательно попросим катерину нам помочь в написании поста про различные виды зубных паст я думаю что это тоже будет достаточно интересно увидеть подписчикам нашего аккаунта в инстаграме шоу олег лакомоле а сейчас у нас настало время подарков сегодня мы тоже устраивали конкурс вам нужно ответить на вопрос что екатерина дьяченко взяла бы с собой на необитаемый остров какие три продукта если вы посмотрите внимательно наш выпуск вы узнаете и вот такой прекрасный приз екатерина сергеевна лобода представитель городском продонтологического центра пакс привезла нам для того чтобы вы могли со слепительной улыбкой встречать наступающий год здесь целый набор различных паст подобранных для любых нужд для того чтобы действительно улыбка было здорово и красиво и спасибо большое екатерина сергеевна за то что согласились немножко побеседовать о здоровье зубов и спасибо за такой прекрасный приз для наших самых внимательных зрителей замечательно я так понимаю там такая прям подборка праздничная вот это кстати очень на самом деле важная вещь мини-формат это очень удобно для людей которых постоянно где-то вроде загадывайте желание новогодние пусть они сбываются в новом году успехов всем здоровья спорта и глакамоле и конечно же надо поднять бокалы с нашим вкусным и безалкогольным глинтвейном рецепт которого вы сможете тоже найти у нас шоу ли глакамоле с наступающим